Мне хочется отметить, во-первых, расширение географии, так скажем, конкурса, да, потому что Москва и область уже в общем меньшинстве это радует, то есть в общем, очень много как бы садов, людей участвуют, которые в общем, более северных, так скажем, городов и территорий, это все очень интересно. Также хочется, не знаю, как бы, такая мысль какая-то, наверное, появившаяся, которая в связи с садами, с одной стороны уровень работ очень такой ровный, скажем так, нет сильного такого очень контраста, наверное, между садами, что интересно, вот, но в то же время, вот, не знаю, может, меня эта мысль в последнее время очень как бы занимает, и вот именно на наших, так сказать, вот этих, наших любительских садах это очень хорошо видно, потому что зачастую наши участки находятся, так сказать, в неком отдалении, да, либо, так сказать, в отдалении от города, в тех местах, где вокруг есть очень красивое, очень природное окружение. И вот момент, так сказать, вообще образ сада, тема сложная всегда, да, и, так сказать, все занудные дизайнеры все пытаются, так сказать, говорить о какой-то садовой цельности, в общем, хотя, конечно, там видно, сколько заботы. В связи, вот, так сказать, с образом сада, мне хотелось бы поднять такой вопрос, как сад и окружение, потому что зачастую, как раз, участки наши находятся там, в некотором отдалении, там, где есть очень красивые какие-то открывающиеся перспективы, пейзажные виды, там, так сказать, холмы покрытые зеленью, что очень много видно на многих работах. И, ну, конечно, вообще надо сказать, что гармонично соответствовать природному окружению очень сложно, сложно всегда, и, как бы, быть естественным и достоверным на этом фоне, так сказать, задача, конечно, нелегкая. Но в то же время мне бы хотелось все-таки как-то вот призвать, мне несколько огорчило то, что вот эта заимственность, да, нет заимственности этих видов, этих вот картин в саду, они как бы игнорируются. Может, когда люди привыкли жить на фоне такой красоты, безусловно, но тем не менее, вот это вот слияние с окружением или вот это, как бы, такое визуальное соответствие, что ли, вот этот вопрос, мне кажется, пока вот наиболее актуален, который вот вытекает из наших садов, потому что, ну, может быть, все-таки на фоне, там, не знаю, той же березовой рощи, того же какого-то соснового бора и этой опушки хочется все-таки сначала видеть нелетненькие, может быть, и розы, ну, вот, как бы, хочется какой-то органичной перехода, что ли, скажем так. В то же время надо сказать, что, конечно, образ сада, композиция сада, вещи тоже не один, так сказать, вопрос разного порядка, но тем не менее, потому что образ, он может быть в каком-то действительно отдельном кадре, там, к примеру, там, не знаю, там, какая-то входная калитка, вот у Капанцевой Риммы, да, входная дорожка, и в ней есть какой-то, так сказать, определенный образ, не знаю, там, у Светланы Севаракши очень какой-то такой милый деревенский сад, который тоже целен, наверное, в своем, так сказать, каком-то облике. Очень, так, какой-то естественный облик сада, там, у Новиковой розы, какой-то, в нем есть какая-то такая, так сказать, дикая естественность, что ли. Поэтому, как бы, я еще раз про ризуальное соответствие, да, которое иногда все-таки очень хочется, так сказать, включать это окружение, как бы, чтобы сад был его продолжением, чтобы, как бы, органичность, вписанность сада, вот, именно в окружении, слияние его с окружающим, вот этими прекрасными видами, когда они есть. Потому что понятно, когда, так сказать, нет, и мы находимся в какой-то коттеджной застройке, и нас, как и со всех сторон, на нас нависают, например, там, соседние дома, у нас несколько другие задачи, все наши, так сказать, основные, уже, так сказать, ориентиры и видовые какие-то картины находятся внутри нашей территории. Но когда эти виды есть, вот, мне кажется, не учитывать их совсем очень жалко. И, ну, как бы, я могу, так сказать, может быть, высказать такую точку зрения, но, тем не менее, когда мы говорим о какой-то поэзии, собственно говоря, да, ну, наверное, все-таки на фоне берез, на фоне природы, вот, получится, конечно, красиво и декоративно, но вот той самой поэзии, без вот этого визуального соответствия, я думаю, не получится. Потому что только в этом случае можно говорить о таких более, так сказать, тонких вещах. Тем не менее, по образу сада, мне показался очень остроумным ход, например, Аленчиковой Галины, да, вот с этим вот зимним образом сада, если она считает свой сад недоделан, ну, как бы, незаконченным, да, но она прислала очень интересный такой видеоряд своего сада зимой. Мы всегда говорили о том, что у нас не хватает, как бы, сезонных фотографий, и это тоже очень, безусловно, интересно. Мне понравились несколько каких-то пейзажей в саду у Алекса Бега. Ну, вообще, мне хотелось бы еще сказать о фотографиях, так скажем. Я понимаю, что очень много интересных, вообще, фотографий, интересных кадров. Наверное, тоже по-своему важно, потому что это то, как, это взгляд автора, то, как он видит свой сад, и как он нам предлагает его увидеть. И есть просто, единственное, какой-то видеоряд, ну, просто, там, так сказать, интересный, красивый сам по себе, так скажем. В то же время для каких-то целостного представления о саде, вот, в некоторых случаях очень не хватает фотографий, хочется их видеть больше, потому что, в основном, ну, как бы, мы чаще все-таки цветы свои снимаем, да, вот с этим. Ну, это тоже, как бы, понятно. Если сказать о посадках, вообще, композициях, о цветниках, ну, нужно отметить, что очень хорошую тенденцию, мне кажется, очень много цельных посадок. Есть красивые линии, то есть нет какой-то вот той раздробленности в посадках, о которой мы так много говорили. И очень много цельно, интересно, красиво решенных композиций. Ну, из минусов, может быть, можно отметить, ну, опять, как бы булыжники. Вот очень много, все-таки, булыжники в обрамлении, так сказать, наших групп и композиций, которые, ну, скажем так, может быть, не всегда уместны, особенно в розариях, что, так сказать, мы часто видим. В этом плане мне, например, очень понравилось вот в саду у Стебунова и той же, те же камни, например, тоже бордюр цветника, да, положенные камни плоско, по крайней мере, да, тоже очень, как бы, интересное решение. И много мелких деталей зачастую у нас есть в саду, очень много мелких, вот дробных каких-то маленьких горшочков. Иногда хочется, как бы, да, вот чуть-чуть, может быть, они, может быть, дробят нашу картину. По цветнякам и посадкам, вот цветник Стебуновой и Татьяны, безусловно, мне хотелось бы отметить, я считаю, что потрясающая вообще работа, потрясающий природный цветник, который, в общем, даже выдерживает конкуренцию с тем сумасшедшим красивым пейзажем, который мы видим за ним, с этим холмом, покрытым, в общем, зеленью. Но сам цветник природный, очень грамотно по цвету, очень изысканно, да, очень интересная фактура, красивые вообще пары, какие-то сочетания растений, то есть я считаю, что это очень, как бы, грамотная работа, интересная. Точки зрения вообще цветников, надо сказать, что очень много все-таки появилось, ну, что появилось, очень много цветников, интересно решенных по цвету, каких-то монохромных решений, и, в общем-то, это правильный ход, потому что обеспечить смену цветовой гаммы на ограниченном, собственно, пространстве, небольшой композиции очень сложно, и вот эта вот цветовая, так сказать, избирательность, да, она очень приветствуется, мне как кажется, и вообще очень такой правильный будет ход, но, конечно, гуйство цвета и гуйство красок по-прежнему все равно, так сказать, наши, так сказать, ну, любимые, так поскольку мы жители только северных мест, и хочется там ярких красок. Но из цветников хотелось бы еще отметить, конечно, цветники Ольги Бенза, цветники Сивонкина Ирины, красивые сочетания растений, очень красивые какие-то пары, просто, так сказать, мне кажется, что очень-то можно просто, я думаю, что обязательно мы покажем, напечатаем, то есть этому можно даже учиться, это очень красивые работы сделанные. Понравились у Аленчиковой Галины, вот монохромность опять-таки ее цветников, решенные очень в избирательной гамме, считают уже очень грамотно. Ну и, конечно, розы, розы наши все. У Соколовой Марины, конечно, вот эти сочетания розы с шалфеем, очень красивые композиции, по цвету построены на оттенках, вот. И, конечно, розы Капанцевые Риммы в Кемерово, в общем, такие потрясающие, конечно, вообще растения, ухоженные, красивые, как бы, заставляют на себя внимание. И я бы хотела даже отметить пару фотографий вот сада Лемешко Людмилы. Ну, может быть, весь цветник еще, как бы, да, так сказать, не весь соответствует, может быть, до конца всему задуманному, но есть пару фотографий, такой природной композиции, которые просто, мне кажется, как можно показывать, как определенный образец. С точки зрения деталей я бы выделила беседку Аленчиковой Галины, беседка со ступенями и с настилом, в очень современном таком ключе сделана. В общем-то, я думаю, что такой вполне дизайнерский, в общем-то, вариант. И, конечно, голубая арка жили бы Светланы, там, может быть, сложно говорить обо всем саде целиком, мы его еще не видим, но входная зона, безусловно, решена очень гармонично, очень интересно с этой аркой и со всеми посадками вместе. Входная группа, мне кажется, очень интересна. С точки зрения деталей, конечно, детский домик горка, выполненный руками супруга, коробкой Людмилы, просто, конечно, невозможное очарование. И вообще очень много, как бы, таких садовых деталей, садовых именно построек в этом саду. Третьякова Светланы мне понравилась скамья и колодец. Я бы сказала, что это лучший колодец конкурса, потому что он вот выполнен из бревен и настолько органичен вот в этом окружении, в котором он стоит, прям, что вот мне очень обратилось внимание. Конечно, много всевозможных милых каких-то деталей, милых подробностей. И там у Хартман Людмилы эта скамейка и всякие горшочки, колокольчики, там, висящие на дереве. То есть это, в общем, придает такой какой-то индивидуальный облик саду, что, в общем, тоже сейчас важно. Из звезды коллекции мне бы хотелось... Ну, мне бы покорила ревень просто вот этот у Алинчиковой Галины, просто как в Англии. Ревень Адропорпре, да, тунгусский размером, конечно, потрясающе совершенно. И, конечно, выделить очень много всевозможных таких сложных выращиваний, редких растений, которые мы видим, в общем, в саду. И у Ольги Бензы, горячавки, рододендроны. И там прострелы триллиума у Федосовой Анны. Римурусы, множество всевозможных редкостей в саду у Татьяны Ярковой. Опять-таки, розы, мы сказали, розы в саду у Соколовой Марины, и розы у Ванюшкиных, очень красивые. Формление крыльца Дьяконовой Ольги, да, вот этот вот каскад. Но с точки зрения вот цветов в окне и на балконе, меня совершенно покорил просто вот этот цветочный каскад из петунии на балконе у Шевченко Натальи. Но там просто необыкновенно органично. Что не о каждом саде скажешь, когда все-таки у нас сад с петуниями на фоне, опять-таки, березовых рощ, может быть, не всегда все у нас как-то визуально складывается. Но вот этот вот каскад меня совершенно покорил. Цветущая букинвилья, в общем-то, да, у Вавиловой Екатерины. Ну, и работа детских центров, конечно, детского центра Отрада, детского центра Удмуртии, конечно, то, что детки делают, в общем-то, их руками обязательно хочется это отметить. В точке зрения водоемов, скажу коротко, но, опять-таки, вопрос вписанности водоема в сад и, так сказать, в окружение очень важна. Поэтому мне-то, опять-таки, не всегда хочется видеть летники и петунии на фоне водоема, который решается как имитация естественного водоема. Вот в этом плане, например, тут же совершенно странненький вот этот вот небольшой колодец Ольги Бензы меня в этом плане даже покорил, может быть, в первую очередь, просто своей геометрической формой. Ну, водоем, в общем-то, по большому счету, у нас был один, это у Новиковой Розы. Мне кажется, он спокойный, в нем есть настроение, в нем нет очень какого-то вот нефтешения вокруг, так скажем, да, и в нем есть какое-то действительно настроение и образ, что, в общем-то, радует. Хотя, в общем-то, очень много маленьких водоемчиков, мне кажется, вот тоже интересная тенденция, да, очень много небольших водоемов, не всегда они еще органично вписались в сад, но тоже очень интересная тенденция. Редактор субтитров А.Семкин